Мы знаем уже, какие числа представимы в виде суммы двух квадратов целых чисел, в виде суммы квадрата и удвоенного квадрата, в виде суммы x квадрат плюс xy плюс y квадрат. И самый простой способ это сделать, это было рассмотрение колец вида целые гауссовые числа, в случае, когда x квадрат плюс y квадрат, числа из Мстейна, то есть когда добавляем корень третьей степени из единицы, или когда добавляем корень из минус двух к множеству целых чисел, и мы доказываем, что там предназначенность разложения на простые множители и дальше пользовались квадратичным законом взаимности. Так вот, оказывается, что идея Абри сводит все эти задачи просто к вычислению символов гида. Представьте, x квадрат плюс y квадрат равно n. Существование целых xy из-за Абри равносильно тому, что вот такая форма nz квадрат минус x квадрат минус y квадрат представляет 0. То есть, что символ Гильберта n минус 1 по b для любого b, или для b равного минус единицы, или для любого простого числа, это единица. А мы умеем вычислять символ Гильберта. Если вы разложите число n на простые множители и вспомните чем-то равнялся символ Гильберта, то вы получите уже довольно знакомый ответ. То же самое в остальных двух случаях. Вот здесь двойка, значит символ n плюс 2 по b должен равняться единица. Здесь чуть-чуть сложнее, потому что здесь надо сначала привести форму, да, выделяем полный квадрат, обозначая t равному и виппополам, получая вот это, ну, x плюс y, это обозначение, как это 0. И вот оно, символ Гильберта n минус 3 по b для любого простого числа b должен равняться единице. Вот так. Оказывается, не обязательно буду использовать для решения этих задач однозначность предложения на простые множители в тех кольцах. Оказывается, идея Абри тоже решает, точнее, сводит к вычислению символа Гильберта.